Всем привет! Меня зовут Марина и я очень рада, что вы смотрите это видео. Скоро подойдет к концу 2020 год, а это значит, что пора подводить итоги уходящего года и ставить цели на следующий. Сегодня мы разберемся, как и для чего это делать. Помимо этого я вам расскажу о способах подведения итогов года, каким из них пользуюсь я, а также дам пару советов. Сразу в качестве дисклеймера хочу вам сказать, что мой видеоролик не гарантирует ваш успех в наступающем году. Ну что ж, приятного просмотра! Начнем мы, пожалуй, с пару простых советов, которые можно применить, как всем способам, о которых я расскажу вам в этом видео. Первое. Если вы собрались подводить итоги года, то делайте это в одиночестве. Попросите ваших близких вас не беспокоить, погрузитесь в предновогоднюю атмосферу и пусть все произойдет в спокойной обстановке. Второе. Собственно, если мы уже заговорили о предновогодней атмосфере, то ее нужно создать. Добавьте декора в вашу комнату, купите предновогоднюю посуду, а также можете составить предновогодний плейлист. У меня уже есть такой, я создала его в социальной сети ВКонтакте. Вы можете включить его на фон, пока будете составлять итоги года. Третье. Попробуйте подводить итоги года с глобальных событий в вашей жизни, а затем пройдитесь по целям, которые вы выполнили, не выполнили или же начали выполнять. Ну а теперь поговорим о самих способах подведения итогов года. Первый способ. Первый способ подвести итоги года – это письмо самому себе. На письме не забудьте указать то, как вы провели прошедший год, каких целей достигли, какие события вас тронули. И ответьте на следующие вопросы. Кстати, эти вопросы можно использовать во всех способах, о которых я вам сегодня расскажу. Такое письмо способствует постановке успешных целей в следующем году, также повышает вашу самооценку и мотивирует в следующем году прыгнуть выше головы. Второй способ – это дебрифинг. Возможно, вы сейчас зададитесь вопросом «Марина, что такое дебрифинг?» Дебрифинг – это метод анализа, благодаря которому мы можем усваивать полученный опыт. И этот способ идеально подходит для подведения итогов прошедшего года. Чтобы провести дебрифинг, ответьте на следующие модули вопросов. Первый модуль – это эмоции. Как себя чувствовали в этом году? Какие эмоции преобладали? Как чувствуете себя сейчас? Второй модуль – это деятельность. Что было основной деятельностью в 2020 году? Что попробовали нового? Для чего приходилось прилагать усилия? Какие результаты вы получили? Ну и третий модуль – это выводы. Какие выводы вы сделаете по итогам 2020? Какие появились идеи по улучшению аспектов жизни в уходящем году? Ну и это, собственно, были все вопросы, на которые вам предстоит ответить, чтобы провести дебрифинг. Третий и последний способ подойдет, конечно, не всем. Это колесо баланса. И провести этот предновогодний ритуал смогут лишь те, кто заполнял в 2020 году колесо баланса. Таким способом можно подвести итоги, просто заполнив колесо баланса заново, проанализировать, что изменилось, что улучшилось и что ухудшилось. Сравните, какие аспекты жизни вы улучшили, на сколько, над чем нужно поработать в следующем году. Итак, мы подвели итоги года одним из вышеупомянутых способов. Что же нам делать дальше? А дальше устанавливать цели на 2021 год. Как же это сделать? Из личного опыта я выяснила, что мои цели лучше достигаются при их декомпозиции. Что же это такое? Простыми словами, декомпозиция это разбитие целей на маленькие этапы, которые шаг за шагом приведут нас к нашей цели. А также не забывайте давать своим целям четкий дедлайн, да и вообще четко устанавливайте цели. Если вы хотите поставить цели на Новый год, вам могут помочь эти вопросы. Что бы вы хотели исследовать, узнать нового? Какое личностное качество хотелось бы развить? Что хотели бы изменить в повседневной жизни? Чем бы вы хотели вспоминать наступающий год в его конце? Какие навыки хочется получить? И напоследок хочу сказать, что вне зависимости от того, какой способ из вышеперечисленных вы выбрали, всегда пишите от руки. На моем личном опыте усвоено, что письмо от руки способствует запоминанию информации, ну а также придает атмосферы. Не спешите переключать это видео, потому что я хочу поговорить с вами о своих итогах уходящего года. За 2020 год в моей жизни произошло очень много изменений, которые я хочу систематизировать и поделиться ими с вами. Первое, с чего я хочу начать, я перешла в 9 класс, соответственно, у меня скоро экзамены. Но я также продолжила саморазвиваться и изучать другие иностранные языки, кроме английского. Я приобрела себе вот такой самоучитель, по которому занималась, вот в этой тетради, вместе с вами в выпусках Стадиву ЗМИ. Но мое саморазвитие заключалось не только в изучениях языков, но еще и в изучении книг по саморазвитию, бизнес-литературы и так далее. За 2020 год я успела прочитать всего три книги. Стад, конечно, не самый лучший, и люди читают гораздо больше книг за один год, но для меня это все-таки большое достижение, так как книги для меня достаточно большие. Это книга номер один от Игоремана. Ниссы от Дженсенсера. И «Магия утра», которую я читала аж два раза, один из которых вы можете увидеть в выпуске «Читаю книгу за один день», где-то подсказка вот здесь будет. Не выходя далеко от темы чтения, хочу вам рассказать про книгу «Ответ» Аланы и Барбары Пис. Я пока что в процессе прочтения этой книги, но хочу сделать промежуточный отзыв. Мне очень нравится эта книга, она очень легко и быстро читается, и при этом здесь очень много материала, который легко усваивается в голове. Поэтому всем советую прочитать эту книгу. Также в 2020 году я улучшила качество своих конспектов, и теперь храню их вот в таком байндере-папке. И с помощью этих конспектов я готовлюсь к наступающим экзаменам. Не обошлись стороной и изменения моей сферы планирования в 2020 году. Большинство года я провела со своим bullet journal, вот так он выглядит, но сейчас я его забросила, пишу в нем очень редко и в основном перешла на электронное планирование. Для электронного планирования я использую приложение Notion, которое у меня скачано и на планшете, и на телефоне. По моим видеороликам, возможно, вы заметили, что у меня улучшилось состояние кожи, поэтому я хочу поговорить об уходовой косметике, которую я начала использовать в 2020 году. Первое средство, которое мне помогло, это CeraVe. Это средство не сжет и не щиплет кожу, очень бережно очищает и убирает все несовершенства. Совершенно недавно, один-два раза в неделю я начала пользоваться вот этой корейской умывалкой со свинюшками. Очень многие блогеры ее хвалили, и я решила ее попробовать, и осталась также довольна. Она глубоко очищает поры, поэтому часто пользоваться ей не стоит, но как раз в неделю отличный вариант. Также я начала пользоваться продукцией Organic Kitchen, покажу вам только мои самые любимые средства. В основном это средства для лица, как вы помните из второго блогмуса, а подсказка также вылезает где-то сверху. Я подарила своей подруге Наташе также продукцию от Organic Kitchen, и она осталась довольна. Сейчас я покажу свои любимые баночки. Это огуречные кружочки, освежающая и увлажняющая маска для лица, ей я пользуюсь чаще всего. Далее маска восстановления для лица Тихий час, и жидкие патчи для глаз, чайные пакетики Ройбош. Вот такая у них упаковка, она, конечно, отличается от других, но при этом она не менее симпатична. Также в 2020 году я впервые побывала в летнем лагере. Мне там очень понравилось, я завела очень много новых знакомств, друзей, с которыми общаюсь и по сей день. Ну и хочу поздравить вас с уходящим 2020 годом. Я надеюсь, что в 2021 году вы добьёте всех своих целей, верьте в себя, у вас всё обязательно получится. Желаю вам радостных эмоций, счастливых впечатлений. Также не забывайте подписываться на мои социальные сети, это инстаграм, ссылка на него будет в описании под этим видео. Вообще в описании очень много полезных ссылок, так что заглядывайте туда. До скорых встреч, увидимся в следующем году. Пока!